Подсобное хозяйство Батамайское в Ленском районе будет увеличивать производительность, в том числе за счет инвестиций районного бюджета. Анализ показал, что потребность местной продукции у населения значительно возросла. Сегодня тонна молока в день расходится за несколько часов, и власти района увеличат меры поддержки агропромышленной отрасли в разы. Подробности далее. Директор муниципального сельского хозяйства Батамайское Артем Зорин показывает свои владения. В этом коробнике прибывают главные героини молочной фермы – Дойное стадо. Пока здесь насчитывается 146 голов. По плану Министерства сельского хозяйства мы перерабатываем 500 тонн молока. Из них 370 тонн мы непосредственно здесь в Батамайе выдаиваем. Остальное молоко мы принимаем в поселках Мурья и Бичинти. С планом Министерства Батамайское справляется. Сейчас линия разливает около тонны молока в сутки. Летом больше. Но этого не хватает. Люди уже не хотят покупать молоко из Новосибирска, из Красноярска, а хотят свое – Ленское. Продукция Батамайского в местных магазинах на расхват. Планируем расширять производственные мощности. Как показало, того объема, который сейчас мы делаем, его в Ленске не хватает. В связи с этим у нас уже принято решение, и мы притворяем его в жизнь. До конца следующего года мы планируем увеличить до 190 дольных коров. Расширение производства хозяйства Батамайское включает в себя не только увеличение объема молочной и кисломолочной продукции, но и открытие цеха мясопереработки. Оборудование уже закуплено, помещение есть. Хозяйство начнет поставлять на прилавки ленских магазинов местную мясную продукцию уже в начале 2018 года. Для удобства ленчан построят и фермерский рынок. Мы сегодня приняли решение на базе гормолокозавода создать крестьянский рынок, скажем, колхозный рынок, который будет обеспечивать жителей Ленского района продукцией наших местных сельхозпроизводителей. То есть будет и молочная продукция от нее, производная от молока, и мясная продукция. В бюджет 2018 года уже заложены средства и на коровник, и на поддержку сельхозпроизводителей, и на строительство овощехранилища. Его селяне также ждут с нетерпением. Денис Семенов, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.